Это День с толком в студии Евгения Даровская. Здравствуйте. Режим черного неба введен в Барнауле. Синоптики сообщают, что из-за смога в воздухе не рассвеиваются вредные примеси. Предприятиям рекомендовано снизить выбросы. Однако специалисты успокаивают, что уже сегодня в обед ситуация нормализуется. Напомним, так называемый режим черного неба в городах края наблюдается несколько дней. Виной тому стали лесные пожары в Красноярском крае. Дым разошелся на несколько регионов в Сибири. Среди них Алтайский край, Новосибирская, Томская области и Республика Хакасия. Не лучше обстоит дело в нашем регионе. В некоторых районах края могут ввести режим чрезвычайной ситуации из-за засухи. Например, жители Табунов бьют тревогу. Последний раз дождь в их регионе был 15 июня. Похожая картина в Ключевском, Михайловском, Угловском районах. Местные власти просят ввести режим ЧАЭС. Он даст возможность аграриям пролонгировать сезонные кредиты. В Краевом медсельхозе сообщили, что держат ситуацию под контролем. Вводить или нет режим чрезвычайной ситуации в районах, которые страдают от засухи, ведомство будет решать индивидуально. Дачники против фермеров. Не трейлер, а бытовая история в одном из алтайских садоводств. Сначала тишину и покой пригород нарушила ферма. Около 600 гусей, лошади, козы. Это, по словам жителей, запах, шум и испорченные огороды. Но недопонимание переросло в прямой конфликт и даже криминал. Историю одного непростого соседства расскажет Андрей Дреер. Дача – это тишина и покой до тех пор, пока рядом не поселятся фермеры. Так в садоводстве лесной поляны год назад идиллию нарушили гуси. А нынче помимо гусей коровы появились там штук 10, лошади появились, козы целое стадо появилось. И, естественно, и гуси, и козы ходят без присмотра. Животные заходят на огороды, топчут грядки. Все началось сразу с 300 гусей. Потом особей стало уже 600. Между жителями и фермерами постепенно начал нарастать конфликт, который быстро перерос в войну. Он берет этот дрын, трехметровая сосна, вот здесь вот лежала прям вдоль дороги, и разгоняется, я смотрю, просто по машине, либо по мне. Смотрю по мне. По словам Алексея, просьба уступить дорогу и послужила причиной драки. Работник фермы сначала оскорблял, а потом пошел в атаку. Сам дачник уверяет, вход пустил не кулаки, всего лишь перцовый баллончик. И сразу уехал. Но фермеры решили мстить. Здесь вообще локтем били вот так вот. Вот дефектора полностью вот так прям били локтем. Сначала напали на машину, а когда Алексей на своей Тойоте вырвался, устроили погоню. Я попытался вырулить и правее выехать. И в этот момент меня приора ударило минимум в два раза. Вот видите следы удара этого. Я просто набираю скорость, чуть под камаз песком не залетая по встречной полосе. Людей просто спихиваю. Они прям съезжали, потому что я сигналил и просто ехал наглую. Уже в полиции показания Алексея подтвердила его мама, которая была в машине во время погони. Но и в отделении ее встретил сосед-животновод. Я сидела в машине, окна тонированные, они меня не видели. И он прямо сразу при полицейском, который его ни разу не одернул, товарищ господин капитан. Он мне, ты врешь, тебя в машине не было, не было меня в машине и все. А я была там и все видела. Теперь в деле разбирается полиция. Владелец фермы Артур свою точку зрения высказывать не захотел. И по телефону заявил, что общаться с журналистами не собирается. Только заверил, фермы здесь скоро не будет. По данным из кадастровой карты и не должно быть. В данном случае вид разрешенного использования – это садоводство и огородничество. Поэтому мы понимаем, что разведение животноводства и птиц здесь не предполагается. Как следствие, я считаю, есть необходимость обратиться в органы власти. В том числе можно сначала с них начать, да, для наведения порядка. Как говорят члены садоводства, им Артур тоже пообещал убрать ферму до конца августа. Дачники надеются, что это вернет их к спокойной и привычной жизни. Хотя такое обещание они слышат уже не в первый раз. Андрей Дриер, Алексей Фризин, Александр Антропов. День с толком. Сегодня в Барнауле ограничили движение на улице Аванесова. Почти три недели нечетная сторона улицы будет полностью перекрыта. От Ломоносова до переулка Карева. Причина – ремонт коллектора. Сотрудники водоканала приступили к замене изношенных труб. Вместо старых железобетонных будут проложены новые полиэтиленовые. По словам коммунальщиков, они прослужат не менее 50 лет. Всего на ремонтные работы выделено около 20 миллионов рублей. Движение по нечетной стороне Аванесова откроют 12 августа. Самый молодой город Края в этом году празднует юбилей. Заринску исполнилось 40. По многолетней традиции горожане в эти выходные на центральной улице, которая стала пешеходной, проводили масштабное празднование. Присоединился едва ли не весь город. Приехали даже гости из других регионов. Отметили с размахом. Организаторы приготовили развлекательные программы, где каждый мог найти что-то для себя. И в этот же день свой профессиональный праздник отметили металлурги Заринска. Свидетелями и участниками юбилейных торжеств стало более 20 тысяч зрителей. Давайте, давайте, парни, давайте, давайте. Заринск ставит рекорды. Во время супермарафона Алтай-Кокса центральная улица стала по-настоящему спортивной. Пробежать с утра дистанцию в несколько сотен метров для горожан нет ничего проще. Многие приходили целыми семьями. Самая положительная. Вот внучка у меня еще тут. Сразу же после шествия практически тем же составом в колонии трудовые коллективы Заринска. Впереди всех это символично работники городообразующего предприятия Алтай-Кокс. Сейчас намного лучше стало. Я говорю, что там завод, автоматика везде на заводе. Как было и как стало, можно было узнать во время экскурсии. Вот и на таком эксклюзивном автобусе маршрут. Центральная улица, остановки, самые значимые исторические места. Сегодня я приглашаю всех познакомиться с моей малой родиной. Самые маленькие добро пожаловать на детскую площадку и фотозону. Желаю вам новых побед и достижений во всем. Ну и как всегда ежегодно, вместе мы сила! К поздравлениям присоединились и звезды отечественной эстрады. Игорь Корнелюк, группа «Нана» и, пожалуй, самый ожидаемый артист вечера. Лолита. Завершился грандиозный праздник не менее грандиозным салютом. Кирилл Балитов, Алексей Фризин, Павел Смирнов. День с толком. Летом хочется тратить походы в кино, кафе, поездки с семьей и другие удовольствия. Но чтобы делать это с комфортом, нужна правильная кредитная карта с хорошим запасом средств и функцией кэшбэк. Кэшбэк позволяет возвращать часть средств. Часто он действует в избранных магазинах, а размер его невелик. Но есть и исключения. Карта кэшбэк от Банка Восточный. О ее преимуществах нам рассказали в самом банке. Карта кэшбэк позволяет вернуть до 10% от потраченного. Она пригодится автомобилистам, любителям онлайн-покупок, тем, кто часто ходит в кино и рестораны. Есть кэшбэк на коммунальные услуги. И даже опция «Все включено» с кэшбэком 2% абсолютно на все. Максимальный лимит по карте кэшбэк до 400 тысяч рублей. При этом на каждую покупку действует беспроцентный период до 56 дней. Если деньги вернуть на карту в этот срок, никаких дополнительных процентов не начисляется. Карта сегодня – основное платежное средство для многих из нас. Поэтому, выбирая ее, проверьте, дает ли она вам максимум полезных возможностей. В атмосферу ралли-марафона «Шелковый путь» можно было окунуться в минувшие выходные в Горном Алтае. Официальный директор Toyota в Алтайском крае Toyota-центр АЕМ организовал уникальный тест-драйв своих автомобилей. Погонять на крутых внедорожниках мог любой желающий. Чемальский район, подножье гор. Здесь, в самом сердце Горного Алтая, прошел тест-драйв высококлассных автомобилей марки Toyota. Пересесть на комфортабельные рамные внедорожники и прокатиться на них по бездорожью захотели многие. Toyota RAV4, Hilux, Fortuner, Land Cruiser Prada и Land Cruiser 200 – автомобилям этой линейки покоряется любая трасса. Впечатления и эмоции у людей зашкаливают. Несмотря на ямы и крутые подъемы, путь показался шелковым. Она большая, высокая. По всем этим препятствиям, которые мы тут проезжали, она прям как по асфальту идет. Ни ям не чувствуется, ничего. Там такие спуски, подъемы были. Я думал, не проедем, она так легко даже, не сбавляет скорости. Впечатления, конечно, вообще без слов. Тем более первый раз за такой машиной. Проходимая, удобная, комфортная. Особенно после советского автопрома не сравнится. Это первые выездные гонки, которые устраивает Toyota Center AM. Этой осенью в планах у компании организовать еще один ралли-марафон. На этот раз прокатиться на меганадежных и безопасных машинах можно будет в краевой столице. Через несколько секунд вы узнаете о том, какой будет погода. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». К этому часу у меня все новости. До встречи в вечернем эфире.